В Нью-Йорке, да, на МТВ, американский, что это было? То есть это какой-то обмен опытом или как-то тебя должны были утвердить на том уровне, или что это было? Перед этим была быстрая фотосессия, она длилась минут пять, и нас, человек, пять было виджеев. Наверное, так. Вася Кудрявцев, наш большой друг и, можно сказать, семейный фотограф, сделал какие-то кадры, не объявляя, зачем. Мы, не понимая, зачем сделали это все, думали просто, ну, что, красивые карточки. Их отправили в Нью-Йорк, по-моему, их недолго обсуждали, утвердили. А мы-то уже поехали в рабочем порядке и остановились в отеле Paramount. Это буквально в пешей доступности, там, два, две-три минуты до офиса МТВ, адрес которого Broadway 1515, это пуп земли. И мы там просто ходили везде, смотрели на все, спрашивали обо всем, нам все рассказывали. Это было недолго, но по объему информации, которую мы забрали оттуда, это было, ну, очень впечатляюще. Такая настройка произошла, да? Ну, настройка, знакомство, да, немножко школа молодого бойца, плюс мы обстрелялись там в прямом эфире, как он называется, ТРЛ, как, я не помню, как называется программа в прямом эфире, которая у нас была каприз дневной. Ну, то есть... Я думаю, что вышли, не помню сейчас. И когда одна сторона студии, это и есть таймское. Ну, в общем, мы влились в рабочий график своими ребятами. И причем мы не верили, что произойдет у нас это. Американцы смотрели на нас и не верили, что это произойдет у нас. И кто в это больше не верил, непонятно. И один только человек знал точно, что это будет тогда-то, востолько-то и успешно. Это был Борис Осипов. Супер, да. Ну, это правда здорово, что благодаря такой энергетике одного человека, конкретного, да, случилось такое. Когда начинался канал, когда он в России запускался, я помню, что достаточно много сразу появилось каких-то оригинальных программ, оригинальных форматов, да, но это мое субъективное впечатление. Расскажите, насколько сетка, да, вот первоначальная, в самом начале, насколько она была ориентирована на западные программы, то есть это были какие-то копирка западных программ, какие-то переделки, да, либо там сразу был курс на какие-то свои оригинальные форматы, которые придумывали здесь. Ну, насколько я помню, хотя я не имел никакого прямого отношения к программированию, но когда вот только начинался канал, мне кажется, и Саша меня сейчас поправит, если я ошибаюсь, по-моему, большинство программ все-таки были локального производства именно для российского рынка, для российского зрителя. И это другое дело, что потом уже через какое-то время это все резко изменилось, это уже другая совершенно тема. Но отвечая на вопрос, да, мне кажется, что сперва в основном была... Вот весь успех, мне кажется, заключался в том, что... Успех канала, то что он как-то с первого дня, он очень был близкий к зрителю. И вот эти вот были... Я недавно был, буквально пару недель назад, заезжал в Нижний Новгород. И я совершенно в шоке был от того, что люди до сих пор помнят. Вроде бы сколько времени прошло уже, насколько внешность там, все это изменилось, люди все равно подходили. И вот мы помним, когда вы с Таней Геворгян сюда приезжали на мтвизацию. Я как раз хотел сказать, что была вот эта вот программа мтвизации. То есть мы ездили в каждый город, где только-только открываются каналы МСВИ. И вот этот контакт со зрителем и программы именно для локального, для российского зрителя, это вот то, что, мне кажется, стояло за большим успехом. Да, даже стиль ведения был такой, да, как будто бы ты напрямую общаешься со зрителем, насколько я помню, да, не было такого формального чего-то. Прямых эфиров было много, очень много, и это было очень здорово. Связь была сиюминутная, связь была смешная для всех, кто в зале это был. Во-первых, это были бумажные письма. Вася не даст соврать. Бумажные письма. Они не понимают. Это когда берешь лист бумаги, не засунуешь его в серокс или там еще куда-то, в факс, или, а тоже не знаете, а просто берешь лист в клеточку, берешь ручку и пишешь, дорогой Вася, хочу, и так далее. Отправляешь ему заявку и ждешь. Мешки приходили, мешки. Письмо придет, тебя, наверное, прочитают, потом покажут, потом выполнят твою заявку, ты для этого должен сутки смотреть канал, потом записать это на домашний видеомагнитофон и говорить, видел, 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 понял, понял, ты что не видел, я тебя поставлю. Вот так. Потом появились пейджеры, чудо конца 20 века, потом еще что-то, потом смски и прочее, прочее. Но это было живое общение всегда, неотъемлемо. Поэтому, когда мы приезжали в другой город с разными целями, то это были гастроли, просто какая-то мотивизация, вот та самая акция, или это были выборы новых виджеев, или это был конкурс «Стань виджеем». Когда ты приезжаешь в другой город, к тебе приходит вот примерно такое количество людей, все хотят попасть в эфир, кто во что-то раз показывает. Это там не три икса, не голос, или как бы это ни называлось. Люди приходят и просто рвут на себе тельняшку, а потом они становятся заметными из этого каста, и потом их приглашают в Москву, и потом дают право провести месяц во всех эфирах. Вот всегда это было прямой линией, всегда это было из точки в точку. С каждым лично, и неважно где, приезжаем ли мы во Владивосток, приезжаем ли мы или куда-то там, я не знаю, в любой другой город, и я беру самые дальние точки или самые ближние. Это всегда было практически тет-а-тет, и мы везде были друзья, потому что, ну, с нами никто не разлучался. Именно поэтому, когда ты приходишь сейчас, с тобой могут даже не здороваться, просто подойти пожать руку. Или увидеть тебя и сказать что-нибудь, там, цитату из какой-то программы, и просто, ну, я не знаю, ну, какой-то знак внимания, типа, я по-прежнему с тобой чувак. То есть у нас был какой-то очень невидимый, но очень прочный мост. И это круто, ну, я не знаю. Это даже не круто, об этом мечтать нельзя ни одному телеведущему. Это очень круто, действительно. И интересно, как вот в фильме там будет показано, как те люди, которые стали первыми виджаями MTV, как они ощутили на себе все внимание, всю любовь простых людей, которые впервые это увидели, для которых это было чем-то новым. Интересно, как у первых виджеев российского MTV складывалось, каково это было быть виджеем MTV в такой бытовой обычной жизни, виджеем MTV, там, в конце 90-х, в начале 2000-х. Все скромные, я понимаю, но тем не менее. Ну, ты понимаешь, там было некогда не думать, не застанавливаться, не заострять на чем-то внимании, мы просто были. Вот и все. Я помню, у меня какой-то есть флэшбэк, когда было... Я с удовольствием вспоминаю этот момент, потому что, ну, приятно иметь отношение к чему-то очень хорошему. Так вот, я имею в виду вот тот самый эпизод. Сидим мы, большие, как нам кажется, парни, которые составляют там штатное расписание, и все пишут, как в трудовой книжке, у меня там есть запись, не знаю, у Василия Борисовича, у тебя есть трудовая книжка? Там написано «Ведущий эфира», вот что-то такое, да? Ну, у тебя серьезное навещание, понимаешь? У меня было попроще, FM-диапазон, у меня было написано «Ведущий музыкального радиоэфира корпорации такой-то». Ну, как-то... Ты же диджей или ар-джей, неважно. Так вот, мы составляем это расписание, написано «Ведущий эфира музыкальных программ» и так далее, и все это длинно. Потом режиссер, постановщик, я говорю, «Ребят, вот не хочу быть слишком прогрессивным, но чтобы сократить все эти общения и приблизить нас к большой семье, а все-таки терминология телевидения вся американская». Ну, так случилось исторически, потому что придумали телек мы, но развивали его они. И это нормально, это история. И вся терминология оттуда. Поэтому давайте писать не редактор, а райтер. Давайте не будем писать режиссер монтажа, просто эдитер. Да, кстати, и насчет ведущих. Не надо писать «Да, ну, нет». Напиши «Виджей». В смысле, потом объясню. И все. «Виджей». И мы были «Виджеи», но никто не понял, что это. И когда тебе говорят «Виджей», там, «Василий Стрельк, кто?» «А, ведущий эфир». Ну, короче, и вдруг потом это прижилось. И потом «Виджеи» стали все. На самом деле, видео же окей, это человек, который картинку делает на экране красивую, сводит переливы. Ну, в общем, это работа с картинкой, это видеография, да, какая-то. А видео же окей, это тот, кто ставит видеоклипы. Вот так и прижилось. Я не знаю, я так сказал. А оно пригодилось. Ну, классно, да? Все теперь понимают, что это значит. Когда MTV появился в Америке, это была действительно революция в телевещании, потому что у любимых песен, а по музыкальной индустрии в Америке развита, как нигде вообще в другой стране, у любимых песен появилась картинка. Ее можно было не только слушать, любимую песню, но еще и смотреть на нее. И плюс к этому между песнями, между видеороликами вдруг появились люди. Вот наверняка мы увидим их, если это тот самый фильм, о котором я думаю, мы увидим этих людей. То есть появились какие-то люди, которые как бы ведут все это. И эти люди стали, как это называется по-русски, household names. То есть, ну вот, они стали как бы народными, о них говорили в кухнях, их обсуждали на работе. Цитировали. Качировали их. То же самое произошло в России. Сперва появились вы, между прочим. Да-да, МОЗ-ТВ с 95-го года вещал, в 98-м году туда я попал как раз-таки накануне того, как MTV запустилось. А потом появился MTV, и вот то же самое вдруг произошло в России. То есть между любимыми песнями появились люди, появились ведущие, с которыми можно было общаться. Не только смотреть. Кто-то хотел просто смотреть. И прекрасно. Кто-то хотел общаться с ними. И можно было сделать все. Можно было пойти ночевать у подъезда. У вас наверняка в Останкиной тоже было, да? Честно говоря, такого не припомню. Я, видно, не в тот час приезжал. А у нас люди жили около подъезда и так далее. Или можно было на пейджер написать. Можно было письмо действительно бумажное написать. Это было вот такое вот прямое общение. И в этом, это сейчас может быть не совсем по теме, но в этом одна из самых больших проблем. Одна из современным телевизоров российским, советским. Потому что прямых эфиров нет. Все. Потому что все должно быть под контролем. И дай бог там чего-то где-то. А тогда даже никто об этом не задумывался абсолютно. Прямой эфир это было естественно. Свободы было много, я помню. А я вот сейчас добавлю огоньку. Вася сказал, что они были первыми. Не отдам пальму первенства никому. И сейчас достану не из рукава, как видите. Все факты. Дело все в том, что канал, один из каналов, дециметровый. Это ни для кого не тайна. Для профессионалов, кто в этом бизнесе многие годы, 20 с лишним лет, все это прекрасно знают, помнят. И никто это не вспоминает и не обсуждает. Но уж коль к слову пришлось, скажу. Дециметровый канал, 51-й, был создан для того, чтобы там открылся инфемия. Это был какой-то такой вот план. И на этом канале нужно было прокачивать все музыкой, ну и поставить каких-то ведущих. Наверное, умеющих что-то преподнести. А главное, которым это нравится и которые уже имеют какой-то опыт. Ну, в общем, ребят, надо. И мы пошли. Два ведущих с канала Без Ти Ви. Великолепный тут Ларсен, похлопайте. И какой-то Александр Анатольевич. Мы пошли на этот дециметровый канал. Он в свое время назывался К-10, почему-то потом Космос Ти Ви. Потом ему дали название Муз Ти Ви. Потом начались какие-то склоки, русификации и так далее, смены в руководстве. В общем, все это дальше. Дальше это уже напишут учебники истории телевидения где-нибудь к веку, 22-му, если вообще кто-то вспомнит. Но это и есть тот самый канал Муз Ти Ви. Поэтому первые виджей и канал Муз Ти Ви, как ни странно, это Александр Анатольевич и Дуб Ларсен. Это факт, да. А потом уже действительно набрались и Аврора, и даже Субботина, и Саша Пряников. И я пробыл там полтора года, тут Ларсен, по-моему, два с половиной. Потом какие-то пертурбации, а потом Муз Ти Ви появился в том виде, который вы знаете и любите по сей день. А на самом деле первые шаги, вот предпосылки, это вот был полигон. Так что и там мы... Ну, в общем, Александр Анатольевич, давайте ему поаплодируем, потому что у нас всех музыкальных каналов... Муз Ти Ви об этом не вспоминает. Они на своих церемониях говорят, мы, мы старейшие, бла-бла-бла. И начинают историю где-то с начала 2000-х годов, в то время, когда нам уже... Мы уже оттуда ушли, да. Короче, продолжайте в том же духе. Мы любим и желаем успеха. Ну и такой вопрос, наверное, перед тем, как мы дадим возможность нашим сегодняшним гостям задать свои вопросы. Как, по-вашему, насколько сильно все-таки появление и существование MTV в российском телеэфире, насколько сильно оно повлияло вообще на культуру, да? Ну, такой вопрос немного, да, из разряда банальности. Но, тем не менее, интересно ваше мнение на этот счет. Понятия не имею. Ну, не знаю насчет культуры. Мы виноваты в том, что половина словаря современных хипстеров, хайперов и, как бы вы себя ни называли, появилась благодаря нам. И это происходило... Вот, ребята со старой... Поднимите руки, старичок. Ну, если поднимается, конечно. Что-нибудь поднимается. Так вот, это происходило легко и в шутку. Когда нужен был документальный перевод каких-то важных вещей, бежали ко мне. Когда я не справлялся, я бежал к Василию Борисовичу, потому что его родной язык английский. Мы идиомы переводили, русифицировали и делали возможными в употреблении. Поэтому всякие разные штуки... Вот Янка убежала, не даст соврать. Когда мы головой били стенку и пытались понять, что говорят эти хип-хакеры, когда они говорят, «Москопилион!» Что делает этот рик? Что происходит? Как быть? Мы нам...